Сегодняшняя тема – это духовное крещение. То есть он нужен нам для того, чтобы готовить нас к Царству Небесному, даровать нам силу, чтобы мы исполнены Духом Святым были. Вот те являются настоящими сынами Божиими. Благословен наш Господь! Слава Ему! Я рад приветствовать всех любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И как вы слышали, брат уже до меня говорил, на этой неделе отошла вечность, старица, сестра в Господе, Китнеля Класина. И мне хочется выразить соблезнование родным и близким. Пусть Господь утешит их сердца. Бог, как апостол говорит, который утешает нас во всякой скорби. Знаете, мы понимаем, что время приходит, когда человек уже в пожилом возрасте, время приходит отшествие, но все равно процесс разлуки с родными и близкими – это процесс тяжелый. Как говорят, сердцу не прикажешь. мы умом понимаем, что нужно расставание, придет время расставания. И поэтому, да благословит Господь, да утешит Он вас своим утешением. Говорят коротко, зная старицу, тетю Нелю, на ее доли выпали тяжелые времена коммунистических репрессий. И несмотря на все, она в молодом возрасте осталась вдовой с восьми детьми и смогла воспитать всех в Господе с Божьей помощью. Дорогие, я думаю, это большой пример сегодняшним молодым семьям. Когда слышишь иногда молодые семьи говорят, мне тяжело, нам так трудно. Все познается в сравнении. Сравните себя. Хочется утешить словами, где праведный страдалец Иов говорил следующее. Бог дал и Бог взял, а имя Господне да будет благословенно. Действительно, Бог дает жизнь, и Он вправе ее опять забирать. Мы все здесь временные жители, всем нам предстоит переход. Дорогие, как мы пройдем этот жизненный путь? Вот вопрос. Вспоминая прожитые вместе дни жизни, особенно такие моменты, скажем, мне запомнились. Это вот как тетя Неля, почему-то к ней внуки, правнуки, у нее было много внуков, правнуков, они все почему-то к ней тянулись. Буквально на каждом служении это можно было видеть. Они и до служения старались поприветствоваться, прийти к ней, и после служения люди, вот как они прямо тянуло, как магнитом к ней. Я задумался, думаю, почему так? Что особенного в ней такого было? Знаете, мне хочется сказать, ее сердце было переполнено любовью и добротой. как сегодня не хватает в мире любви и доброты. Как хочется сегодня всем пожелать, родным и близким, и друзьям, и в церкви, дарите эту любовь, излучайте из себя эту любовь и доброту. Ведь кто другой, как мы с вами, христиане, мы призваны нести в этот мир любовь и доброту. Излучайте ее, свое сердце. Люди будут тянуться к вам. Да благословит себя Господь и утешит сердца родных и близких своим утешением. И мне хочется перейти к теме, как у нас есть темы, которые мы проходим, как бы цикл тем в церкви. Сегодняшняя тема – это духовное крещение. Я думаю, если сейчас нас спросить духовное крещение, что нам вспоминается или что нам приходит на память? Духовное крещение, мне хочется зачитать, это будет записано в повествовании Евангелия Атьяна с третьей главы, где Иисус Христос ведет беседу с Учителем Израиля, с Никодимом. И Христос ему объясняет нечто новое. Он, Учитель Израиля, не может это понять. Давайте мы это прочитаем. Евангелия Атьяна, третья глава, с первого стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты Учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Видим, Никодим почитает Иисуса и понимает, что с ним Бог и приходит ночью от опасения от фарисеев, от своих собратьев и что признается ему. И что ему говорит Иисус? Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Иисус открывает определенную истину, библейскую истину. И какую истину? Рождение свыше. Иначе человек не может увидеть Царствие Божие. Это и есть необходимые условия для того, чтобы человек мог войти или увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно говорю тебе, если кто не родится, от воды и духа не может войти в Царство Божие». Христос начинает подробнее отвечать ему. Никодим говорит, «Как? Он думает о буквальном рождении». Христос ему объясняет подробно, говорит, «Рождиться от воды и духа». То есть водное крещение и духовное крещение. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». «Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Христос дальше объясняет ему, как это происходит. То есть Дух Святой, он сходит на человека, присутствие Духа Святого, сила Духа Святого сходит на человека. Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Он до конца, мы видим, не может еще раз спрашивать. Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израиля, и этого не знаешь. Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Христос, мы видим, в этом разговоре дважды говорит Никодиму, что нужно родиться свыше. Повторяет это дважды об этой истине. Подобное место мы можем найти, где апостол Павел к римлянам говорит в послании, римлянам 8 глава, 14 стиха, «Ибо все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Есть определенные условия, апостол говорит, «се, которые вводимые Духом Божиим, то есть те, которые прошли крещение Духа Святого, то есть погружение в Дух Святой, они должны быть вводимы Духом Божиим, вот те являются настоящими сынами Божиими. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духу усыновления, которым взываем Авва очи. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». То есть Дух Святой – это есть свидетельство того, что мы дети Божии, что Он запечатлел, наши имена записал в книге жизни. Мы видим, здесь Христос учит, и в Деянии апостолов эту книгу можно назвать в принципе Деяния Святого Духа. То есть там буквально в каждой главе мы видим водительство Духа Святого. И апостолы часто говорят «Было угодно нам и Духу Святому». Мы видим там много моментов на странице Священного Писания в Деянии, где описывается как люди рождались свыше, как это происходило. Это дом Корнилия, когда апостол Петр, он только говорил проповедь, сошел на них Дух Святой. Как это увидел апостол Петр? Он говорит, когда он дальше объясняет, как у нас в начале было. они стали говорить иными языками, новыми языками. Другой момент мы видим, как происходит рождение свыше, это когда, тоже наглядный пример, когда Филипп идет проповедовать Евну, который был в Иерусалим, ездил на поклонение, возвращается домой, едет в колеснице, и Филипп, Дух Святой говорит Филиппа, пристань в колеснице, он пристал, ведет с ней беседу, мы знаем эту историю всю, и потом что происходит? Он говорит, вот вода, вот вода, что препятствует мне креститься? Они принимают водное крещение, и когда они вышли из воды, написано, сошел на него Дух Святой. Водное крещение и духовное крещение, то, что говорил Христос Никодим. Это мы прослеживаем на странице там уже в Деянии апостолов. Еще другой момент, хочется мне обратить внимание, знаете, христиане иногда говорят, вот мы уверовали и Дух Святой с нами, или Дух Святой привел нас к тому, чтобы мы покаялись в церкви. Наверное, вы слышали такое мнение будет в христианстве. А кто надо мной работал как не Дух Святой? Конечно, Дух Святой работает. Все правильно. Дух Святой работает и производит работу в наших сердцах. Он приводит нас и к покаянию, и к водному крещению. Но хочется застрить наше внимание на следующий аспект. Смотрите, Христос, когда был с учениками, записанное в Иоанн для Атьяна, 14 главе, 16 стиха. «Я молю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Смотрите, Иисус Христос, что говорит ученикам? Дух Святой с вами пребывает, вы знаете его. Они творили определенные чудеса, Он их и вел, Он производил работу. Это, Христос говорит, да, это все с вами будет. И дальше Он говорит, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Вот это важное крещение Духа, чтобы Дух Святой был в нас, чтобы Он жил в нас, чтобы Он пребывал в нас. Несмотря на то, что ученики были с Иисусом Христом, Христос говорит, я пойду, пошлю вам другого утешителя. И наглядно, ясно описывается в Деянии первой главе. Смотрите, что им говорит Христос? Он просит их не удаляться из Иерусалима. Для чего? Пока вы не получите силу Духа Святого. Несмотря на то, что Дух Святой с ними был, и сам Христос с ними был, чтобы они пережили вот это вот духовное крещение. Давайте мы зачитаем это событие, которое записывается в Деянии Святых Апостолов в первой главе. Со второго стиха. До того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым и явил себя живым по страданию своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть, Христос после Своего воскресения сорок дней еще является периодически своим ученикам, и другие люди его видели, как апостол говорит, до четыреста человек его видела. И собрав их, он повелел им не отлучаться от Иерусалима, но не отлучайтесь от Иерусалима, из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали о мне, от меня. Смотрите, Христос что делает? Он говорит, я вознесусь, а вам повелеваю не отлучаться, не расходиться с Иерусалимом до того времени, пока вы не будете крещены Духом Святым. То есть, еще раз, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Вот то, что Христос говорил, Он с вами пребывает и в вас будет. Вот этот момент должен произойти в Иерусалиме. Вы ждите этого момента. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Христос говорит, будете крещены, то есть, погрузите, Дух Святой будет в вас. Тот момент, когда Он пребывает с христианами и с апостолами пребывал, а именно там день Пятидесятницы, или называют его еще день рождения новозаветной церкви, что вы там сделаете? Вы переживете там, будете крещены Духом Святым. Поэтому они сошедшие спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешься царство Израиля? Он же сказал им, не ваши дни, знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, они опять думают, что это придет царство Господне, они до конца этого не понимали еще. Но Пристос дальше говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете вместе с детьми в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Крещение Духом Святым это силу, то есть люди получат силу определенную. Для этого Дух Святого нужен для чего нам? Для того, чтобы о будущем возвестил, наставить вам то, что я говорил вам Существует. То есть он нужен нам для того, чтобы готовить нас к Царству Небесному, даровать нам силу, чтобы мы исполнены Духом Святым были. И мы знаем это событие, которое записано во второй главе Деяния Апостолов. Это излитие Святого Духа в день Пятидесятницы. И там тоже еще хочется один момент подметить. Это мы возьмем с 15 стиха, с 14 стиха второй главы Деяния Апостолов. Излитие Святого Духа. Как это происходило? Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им мужи иудейские и живущие в Иерусалиме. Это да будет вам известно и внимайте словам Моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчества сына ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать. Мы видим, как это происходило. Апостол Петр говорит, это как раз то, о чем уже было предречено пророком Иоиле. То есть, Дух Святой, крещение Духом Святым было, в Старом Завете тоже наблюдалось, но это на определенных личностях. А Новозаветное служение и зальет Дух Моего на всякую плоть. И здесь будут определенные духовные действия. То есть, видеть видение, сновидение, вразумляемое будет и так далее. Что еще хочется подметить? Иногда люди говорят, ну, значит, еще может времени настало. мы замечаем такое, что люди приняли водное крещение и говорят, ну, когда Богу угодно, тогда Он пусть и зальет на нас Духа Святого. Как это было в Священном Писании? Давайте найдем эти моменты. Как это было в начале? Здесь одно хорошее место, есть даже два хороших места, мы их напомним. Это когда апостолы Новозаветные Церкви Божьей, апостолы услышали, что в Самарии язычники уверовали. Что они делают? Они посылают туда братьев для чего? Давайте мы прочитаем эту историю. Это будет восьмая глава Деяния. Апостолов 14 стиха. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна. То есть они сегодняшним языком говорят, мы бы услышали, что в какой-то области или в каком-то районе люди уверовали. Что делает церковь, что делают апостолы? Они посылают Петра и Иоанна. Для чего они посылают туда? Читаем дальше. Которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Апостолам было не все равно. Поверовали, хорошо, слава Богу, они радуются, но нужно дальше, дальше шаги. Какие следующие шаги предпринять? Посылают апостолов. Для чего? Чтобы те помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. То есть они приняли водное крещение, и еще никто из них в Самаре еще не был крещен Дух Святым. И для этого апостолы что-то делают, они посылают туда Петра и Иоанна для этой цели. И что там происходит? Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Пришли апостолы, и на этих вновь уверовавших самариан из язычников возлагают руки, и они принимают Духа Святого. Вот так происходило событие, первоначальной церкви. Другое, есть еще пример, это когда в Ефесе, наподобие события происходили в Ефесе, это записано в 19 главе, Давайте мы прочитаем вместе. Деяние апостолов, 19 глава, самого начала. Во время пребывания апостола, во время пребывания Аполлоса в Каринфе, Павел прошед в верхние страны, прибыл в Ефес, и нашел там некоторых учеников. Павел пришел в Ефес и нашел там некоторых учеников. Сказав им, приняли святого Духа уверовавшие, они сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Апостол Павел посещает Ефес, и там уверовали ученики, и он говорит, приняли вы уже Духа Святого, они там мы даже не слышали о Нем. Как происходит дальше событие? Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Увидим, как происходили там события. Эти ученики уверовали, крестились, они даже не слыхали. Апостол Павел объясняет им дальше, и что делает апостол Павел? Возлыхает на них руки, и как узнал апостол Павел, что на них сошел Дух Святой, что они уже получили Духа Святого? Здесь написано, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Это уже дары Святого Духа. Они стали проявляться дары Святого Духа в этих людях. И мы видим ряд примеров священных описаний, где именно вот так происходило, где присутствовало крещение Духом Святым. И когда нам люди говорят, ну если будет Богу угодно, Бог может крестить меня, а если ему не угодно, он меня не крестит. Мы видим в Священном Писании это совершалось, это сопутствовалось. И мы должны апостолам говорить, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Мы должны ревновать этого. И в заключении мне хочется прочитать место Священного Писания, где Иисус Христос говорит, от Луки 11 глава 13 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст вам, даст Духа Святого, кому? Просящим у Него. Дорогие, важно, чтобы мы захотели, чтобы мы просили, чтобы мы этого жаждали, чтобы мы этого желали и возревновали об этом. Апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах духовных. Это нужно возревновать. А Бог говорит, если даже вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Просящим будет что? Дано. Стучащим будет отворено. Да благословит нас Господь, чтобы мы крещение Духом святым, чтобы мы, где Христос говорит, кто не родится от воды и Духа, не войдет в Царство Небесное. Он даже это два раза повторяет в беседе с Никодимом. Он говорит, истинно, истинно говорим. То есть, он открывает ему библейскую истину. Это и есть библейская истина, дорогие, чтобы никто нас вдруг не смутил или как-то нас не ввел в какое-то заблуждение, что это может быть и пошли вам другого утешителя, который с вами прибывает и вас будет. То есть, это имеется в виду крещение Духом святым. И поэтому Христос завещает своим апостолам, вы не удаляйтесь из Иерусалима до тех пор, пока не будете крещены Духом святым. Если бы это было, знаете, настолько так, ну, как сегодня иногда слышишь, ну, это Бог усморит, это не так важно. Нет, это важно для вашего спасения, дорогие. Иисус говорит, не можете если не родитесь свыше от воды Духа, не можете войти в Царство Небесное, не можете увидеть Царство Небесное. Да благословите нас Господь, дорогие, чтобы мы этого желали. Дух Святой это тот путеводитель, который ведет нас в Царство. Я не оставлю вас сиротами, но пошлю к вам Духа Святого. И мы видим, действительно, это произошло. Деяние апостолов, мы видим ряд, везде Дух Святого, там просто Деяние Духа Святого. Да благословите нас Господь в этом, дорогие. А Господу Богу нашему пусть будет вечная слава. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok